Привет, друзья! Рады видеть вас на моем канале. У нас появилась новая штучка от Керхер, вот такая мини-мойка. Мы приехали к дедушке на дачу, привезли ее с тобой и сейчас будем ее пробовать. Точнее, развлекаться с ней будет мой муж. Вот в такой коробочке мини-мойка к нам приехала. Мы ее достаем вместе с насадками. Я отдельно снимала распаковку в сторис в своем инстаграм. Мини-мойка была очень хорошо упакована, лежало все компактно, там есть и пенопласт, и инструкции, и руководство, и гарантия. Кстати, мойка достаточно легкая, когда я открывала ее дома, я смогла сама достать ее из коробки. Ну все, мини-мойку достали, теперь нам нужно ее собрать. Ставим насадку для подключения воды. Точнее, это не насадка, а переходник. Теперь открываем шланг, он был вот так вот упакован, и подключаем его к мини-мойке. Через этот шланг вода будет подаваться от мини-мойки до пистолета, а сама мойка будет брать воду из бака, потому что на даче у нас водопровода нет. Теперь распаковываем провод, чтобы подключить мойку к электричеству. Еще нам очень понравилось, что на мойку можно вот так вот намотать провода из шланги, и они не будут мешаться. Это безумно удобно, когда ты ей пользуешься. И закрепить вот такой вот штучкой, чтобы они не слетали. Сами насадки и пистолет тоже можно хранить на мойке. Это очень и очень удобно. Ничего не потеряется и будет всегда под рукой. А еще у нее есть вот такая телескопическая ручка. Сначала мы решили помыть старую садовую мебель, которая стояла у нас под яблоней. Мебель деревянная и уже нуждается в обновлении покрытия. Поэтому мы включили самую высокую мощность и сбили всю краску вместе с грязью. Я уже весь месяц хочу прошкурить эту старую краску, нанести новую. Теперь этого делать не придется, потому что почти вся краска убралась после мойки. Мы помыли так и лавочки, и сам стол. Кстати, вода высохла достаточно быстро. На улице было всего 17 градусов, но мы сели ужинать за этот стол уже через 2 часа. Давайте попробуем помыть, как она получится. Это мне... Мыть надо их время-время. После того, как мы помыли лавочки, дедушка принес нам свои ящики из-под рассады и попросил их помыть от земли. Мы немного убавили мощность, чтобы ящики не разлетелись от напора воды и помыли. Вполне нормально, хорошо. Нравится? Можно, ага, на хранение определять. Пусть влечит. Хорошо. Замечательно. Вот кору попробовать, старую, отмерзшая кора. Может быть, отлетит она? Потому что так просто ее трудно. Может, отлетит. Вот, видишь, вон она. Вот это вот кора. А раз дедушка попросил помыть дерево, значит, мы будем мыть дерево. Посмотрим, что получилось. Убрался верхний слой коры, а вместе с ним убежали все-все муравьи из дерева. Дедушка сказал, что это хороший результат. Мне тоже захотелось попробовать новую мини-мойку, и я решила помыть дорожки. Наверное, в следующий раз я привезу с собой специальные средства и помою дорожки со средством, чтобы они немного получше очистились. Потому что их не мыли, мне кажется, уже лет пять. Но основная грязь убралась, конечно, и без средства, и дорожка стала намного чище. Очень удобно, что это мини-мойка на колесиках и с телескопической ручкой. Ее легко перекатить в нужное место, если вам не хочется таскать ее в руках. После того, как мы помыли все, что можно было на дачном участке, муж решил все-таки заняться своей машиной. Благодаря длинному проводу мини-мойки и нашему удлинителю, мы оттащили ее за забор за дачный участок и дотянулись до своей машинки. Моему мужу очень нравится мыть машину самому, особенно летом, когда стоит хорошая погода, и когда после этого, конечно же, не идет дождь, по закону подлости. Чтобы сбить основную грязь и пыль с машины, у нас ушло примерно минут пять. И, кстати, эта мини-мойка расходует очень-очень мало воды. Точное количество лучше посмотреть на официальном сайте в описании мини-мойки. Она называется K5 Compact. Я снова не смогла удержаться и тоже захотела попробовать помыть машинку. Мне очень нравится пользоваться этой мини-мойкой, она удобная, ее легко держать в руках даже мне. А я, между прочим, ростом 160 сантиметров. Продолжение следует...